О том, что для службы в подразделении патрульно-постовой службы необходимо призвание, Виталий Яскевич знает не понаслышке. Далеко не каждому под силу выдержать напряженный график работы, необходимости рисковать своим здоровьем и жизнью. За 18 лет службы было многое. Яростные погони за нарушителями, предотвращенные преступления, спасенные жизни. Для инспектора железнодорожный вокзал уже давно стал особым местом. Патрульно-постовая служба, особенно работавшая на ЖД вокзале у нас в Бресте, это, сказать, не то что лицо города, но это республики. Мы первые встречаем наших гостей, мы их провожаем. За время службы иногда встречаешь пассажиров, которые приезжают. И одновременно в ту смену, когда ты снова приходишь на службу, они уезжают и говорят большое спасибо. Это очень приятно. Режим работы идет на вокзале круглосуточный. Это постоянное нахождение на улице в любую погоду. Ты должен находиться на посту, охранять общественный порядок, смотреть за порядком на вокзале, уход поездов. Чтобы пассажиры спокойно приезжали, уезжали, были всем довольны. Вообще без их участия не проходит ни одна милицейская операция. На любом городском празднике, будь то концерт или футбольный матч, обязательно несут службу сотрудники ППС. В этом году личным составом Брестского отдела внутренних дел на транспорте выявлено свыше 2300 нарушений. Сопровождено более 1300 поездов. Особое внимание уделяется проведению специальных рейдовых мероприятий в местах несанкционированных переходов через железнодорожные пути. К сожалению, эта тема не теряет своей актуальности. Сегодня, например, участили случаи экстренных торможений поездов. Некоторые граждане игнорируют элементарные правила поведения. Это наушники на объектах транспорта, состояние алкогольного опьянения, либо просто элементарные нормы несоблюдения этих правил поведения. Поэтому хотелось бы в очередной раз всем напомнить, что железная дорога ошибок не прощает. Патрульные первыми принимают на себя вызов, задерживают нарушителей и преступников, пресекают административные и уголовные правонарушения. Сегодня в Брестском отделе внутренних дел на транспорте несут службу 72 человека. И за каждым из них ответственность за личную и общественную безопасность. Служба тяжелая в этом подразделении. Это сотрудники, которые постоянно находятся на улице, общаются с нашими гражданами и первые, которые оказывают необходимую помощь. Поэтому в преддверии дня образования этого подразделения хотелось бы пожелать всем действующим сотрудникам, в том числе уважаемым ветеранам, всего самого хорошего, всех земных благ, чтобы поставленные задачи всегда выполнялись четко и в срок, качественно. Ну и всем огромного здоровья. С праздником!